Привет, джанулики! Как у вас дела? Я только пришла с работы. Я сегодня не уставшая, ничего, мои хорошие. Решила приготовить ужин. Правильный ужин, мои хорошие. Буду готовить ужин и вам рассказывать, что случилось вчера ночью. И сегодня вы меня убьёте, я знаю. Потому что я иногда бываю чуть-чуть шалунишкой. Так, что я буду сегодня готовить? Не важно, чтобы вы меня видели. Я буду готовить вот эту сёмку. Правильный ужин, мои хорошие. Смотрите. Во! И, конечно же, спаржу. Вот. Вот спаржу. Брокколи не буду готовить. Девочки, не обращайте на мои двери, потому что я вам обещала, что я должна двери поменять. Так что я ещё должна поменять двери. Ещё не поменяла, мои хорошие. Вам так хорошо или как вам поставить? Я знаю, что вы хотите и меня видеть. И всё видеть. Ну, придумаю что-нибудь, не переживайте. Сейчас придумаю, как же вас поставить. Сейчас ужин приготовлю и пойду покупаюсь, поужинаю и ляжу спать. Потому что мне, вы знаете, да, завтра с работой меня отправляют на анализы сдавать, ещё шо-то. Так, мои хорошие, как сегодня у вас день прошёл? У меня нормально отработало. Это для рыбы. У меня нормально день прошёл. Отработала. Зашла супер. Скупилась, мои хорошие. Да, скупилась кушать. Ну, имею в виду на ужин скупилась. Пошла. У меня таблетки закончились. Таблетки купила. И пришла вот домой. Руки помыла. Сейчас приготовлю. И пойду покупаю. Так, что случилось вчера ночью, мои хорошие? Это случилось и в субботу тоже. Но я... Не, пятницу, извините, пятницу. Но я не обратила внимания, потому что я такая уставшая была. Помните, пятницу я уставшая была? Очень сильно. Уже конец недели была. Я уставшая была и легла спать. А Катя один человек. Видимо, хорошо выпил. И пьяный, короче, в седомофоны звонил. Да. Ну, у нас же собака очень добрая. Но гавкает очень сильно, когда кто-то звонит или еще что-то. Но я, так как я уставшая была, я ничего не слышала. Муж встал, дверь открыл, посмотрел. Посмотрел человек пьяный и ушел. Ну, вот вчера я же была уставшая. И я когда сильно устаю, сейчас мне девочки скажут, блин, ты все время уставшая. Ну, не знаю, мои хорошие, не знаю. Это может даже от таблеток, что я сильно уставшая. Так, спаржу будем жарить. Видимо, мокрое, поэтому. Потом посолим. Этот остался, значит, я пока порежу это. Значит, мои хорошие, что случилось. Легла спать. Где-то было 10 часов. Ну, видимо, заснула, два раза проснулась. Да, потом так глубоко заснула. Как бы во сне бывает у вас такое, да, вот спишь, как бы чувств, слышишь, что собака гаскает так сильно. Я испугалась. Думаю, может, кто-то зашел. Да, пока в себя пришла, думаю, там нет, никто не зашел. Слышу, домофон звонит. Да, думаю, там кто это. Смотрю на часы полтретьего ночи. Думаю, там кто-то полтретьего ночи домофон и звонит. У нас же надо 10 часов уже дома быть. Да. А у меня всегда вот эта лейка, где цветы, да, поливаю, у меня там всегда лейка. И всегда я там оставляю в воду, в лейке. Сейчас я вам скажу, почему. Да. И я поднимаю жаль затихоньку, думаю, интересно, кто это. Смотрю, стоит один пьяный мужчина, латыноамериканец. Пьяный. И все домофоны звонят. Думаю, интересно. Спаржа очень полезна для здоровья. Очень полезна для здоровья. Это как бы мочегонное знание, да? Что спаржа мочегонная. Так, рыбу чуть-чуть эту. Значит, думаю, открыла дверь тихонько, сжаю зуб. Смотрю, пьяный человек стоит, вот каждый из домофонов. Зынь, 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 зынь. Думаю, ну хорошо, дорогой ты мой. Это будет твое первый, последний раз, когда ты звонишь полтретьего ночи. Взяла, так на колени присела, мои хорошие. И так слейте водичку ему на голову. Он там начал. А я зашла домой. Смеюсь, думаю, что отрезвись. В следующий раз будешь знать. Домофоны звонить. А Оскар мне говорит. Ты что сделала? Я говорю, ничего. Ничего не сделала. Он говорит, не ври. Я говорю, честно? А он говорит, нельзя так делать. Если не дай бог, он узнает. Потом выловит тебя. Я говорю, он пьяный. В следующий раз. В следующий раз пускай знает. Полтретьего ночи, что делает. Пускай идет к себе домой по скидке. А не звонит мне домофоны. Да. А теперь скажу, почему у меня лейка всегда с водой там, мои хорошие. Сейчас. Воу. У меня там всегда лейка с водой. Потому что у нас на площадке собираются латиноамериканцы. Вот это все, да. И начинают пить. Когда они пьют там на площадке. Вот у нас ходит, где наша дверь, и там писают. Вот именно, где наша дверь. Я им говорю, нельзя так. Я лейка говорю, эй, уйдите отсюда. Они делают вид, как будто меня не слышат. Как будто меня нету. Они, знаете, как это делают вид, как будто я с ними не разговариваю. Типа, что ты хочешь. Да, они не обращают внимания. Вот они, когда уже свои дела делают, уходят. У меня было так. Когда я увидела, что писает именно, вот именно где дверь. Думаю, эй, говоришь, что ты делаешь. Он пока не пописал, не ушел. И я эту лейку с водичкой всегда готовлю. Когда они пьяные ходят туда писе, я им на голову выливаю. Ммм, как вкусно. Вот это правильный ужин. Обожаю вот такие ужины. Надо одну попробовать. Вот мне нравится даже с этой спажей делать яйца. С яйцами тоже очень вкусно. Конечно, всегда оливковое масло. Да. Ммм, как вкусно. И это. Когда я им говорю, нельзя там писать, они писают. А так, когда увижу, я им уже не буду говорить. Я просто там им на голову вылью и все. А то они там сделали туалет. Аж противно. В общем, и такие дела. Забыла, уже голова не осталась. Рыба, уже все. Осталась рыба. Рыбу сейчас пожарим. И все. А рыба это сальмон. Не знаю, как у вас называется сальмон. Семка. Как у вас называется эта рыба? Сальмон. Семка. Семка, мунка, помка. В общем, мои хорошие, такие дела. Вчера работала в одной из танки. Она, знаете, что мне сказала? Она мне говорит. Так люблю армянский народ. Говорит, так люблю армянский народ. Да. И знаете, что она мне сказала? Говорит, армянский народ такой, говорит, служба, целей, говорит. Очень много страдал этот народ армянский, говорит. Я так люблю, говорит. И я так рада. Такая довольная, что у меня дома, говорит, работает армянская женщина. В общем, вот такие дела. И сегодня мне аж уже легче стало, мои хорошие. Я уже пошла, отправила этому мальчику, что нога, вот это, собрана спицами. Он мне сказал, что в 17-ое число будет оперировать ногу, может отрезать. В общем, я ему уже отправила деньги. Завтра ему дам код, он получит. И вы знаете, как будто вот хорошее дело сделала, мне так легче стало. И хотела у вас спросить, мои хорошие, посылки еще не получили вы? Так странно, потому что, смотри, я это отправила, помните, в феврале, да? Ой, феврале, в январе, помните? Помните, помните видео, когда я вам сказала, что посылки отправлены? Они сказали, через две недели, но я не поверила. Ну, я думаю, скоро должны получать уже посылки. Но я, конечно, не смогла вам сделать с кодом, потому что, если бы один человек, я бы сделала с кодом. Вот так, четыре человека, и разные города, и, конечно, пришлось платить двойнее, понимаете? И поэтому я без кода всем делала и переживаю сейчас. Вчера тоже Оскар спросил, говорит, спроси девочкам, они получили, поскольку, говорит, там вроде нет, все молчат. В общем, такие дела мои хорошие. А, насчет тортика. Я вам честно говорю, мальчики сказали, что торт очень вкусный. Так что, Индра первая, не резиновая. Индра первая, это моя подруга. Она всегда подкалывает. Я ее подкалываю и понимаю. Нет, на самом деле, торт не был резиновый. Я вам честно говорю, я не знала, что в дышеньку надо сбивать, потому что я хотела что-то не сбивать. Да, но я не люблю сильно сладкий. Мальчики сказали, очень вкусно, и хотят теперь, как бы, напален. Ну, вот этот раз я сделаю, но я уже не хочу славаша, я уже сделаю на 4 торт. Даже Оскар сказал, говорит Оскар мне, Алина говорит, торт очень вкусный, говорит. Он говорит, нет, нормально. Ну, для меня сильно сладкий, потому что я сама не люблю сладкое. Вот, смотрите, как получается. Видите, ты наш ужин. Молодец, Алина. Синжа спокойно делает. Девочки, сегодня в ТикТоке я познакомилась с одной прекрасной женщиной. Зовут Белла, она живет в Беларуси. Мы с ней так подружились, честно, молодец. Она много поддерживает и со мной дружит. Я вам обязательно скину ссылку на ТикТок, но... Слушайте, сегодня что случилось? Эти азербайджанцы, наверное, думали, что мы с Белой не дружим так по телефону, только по ТикТоку. Значит, говорю, Белла, выходи в прямой эфир. Я на работе. В общем, вышла прямой эфир, а меня заблокировали. Я звоню, говорю, Белла, я не поняла, меня заблокировали. Кто, говорю, вроде же одни армяне-модераторы. А потом мне один армян в личку пишет, Алина, меня заблокировали. Я говорю, а меня тоже заблокировали. Я говорю, ты запомнила имя? Он сказал, говорю, имя странное, говорю. У Белой нету таких модераторов. Она в прямом эфире, я звоню, Белла, кто такая вот эта, она говорит. Что случилось? Я говорю, нас заблокировали. Я говорю, быстро убрала. Это не армян. Оказывается, представляете, азербайджанцы, я-то не принимаю, я-то уже как с ютуба всего, вот это уже знаю, да, людей, и знаю, как это делается. Они на армянском написали, Белли, что Белла, дай модер, я буду азербайджанцев блокировать. Вы представляете, на армянском написали ей. Она дала модератор. И, короче, он начал всех азербайджанцев блокировать. А тех азербайджанцев, что блокируют, он их разблокировал. Я думаю, здесь что-то не то. Только что этого заблокировали, и он обратно разблокировал. Я ничего не могла понять. А когда увидела, что меня, короче, заглушили, а потом заблокировали в блок, девочки, я не могу, короче, к ней не в прямой эфир попасть. Не могу вообще к ней не подписаться. Я ей пишу, Белла, я даже не могу к тебе подписаться, говорю. Кого ты взяла, модератора? Она говорит, Алина, кто-то попросил, я дала, говорю, Белла, ты пока не узнаешь, кто он, говорю, что за его канал, ты как могла дать. Она говорит, ну и тебе будь уроком. Потом так ржали. Я, блин, говорю, Белла, я не могу на тебя подписаться. Меня полностью заблокировали. Короче, я зашла, говорю, как же на нее подписаться? Я даю подписаться, говорит, нет, короче, этот человек тебя не принимает, и все. Короче, говорю, давай сделай что-нибудь. Вот зашла, короче, полностью, да, ахустия, ахустия-то как? Не знаю, как это называется, ахустия к телефону. Зашла туда, поменяла функции, зашла обратно. Она оттуда, я отсюда, наконец-то, говорю, Белла, я тебе дам. Дала, нашла, кому-то смотришь, Мадараб. Она сама не поняла, представляете? А мне тоже писали. Где-то два дня, ну, когда мне этот, мне пишут один на армянском. Алин, дай мне модер, я их всех кину в блок. А я ему говорю, а я тебя не знаю, это раз. Без аватарки, два. Это тот мальчик. Говорю. И плюс, я пока не посмотрю, ты кто такой. В твои видео я тебе модер не дам. А Белла, бедная, она ж, Харина Сера, да, она любит наш народ. Ну, взяла, дала, и, блин, нас всех армян заблокировали. Эх, ты, пипец. Эх, ты, пипец. Вот такие дела. Сегодня вот такой день был, мои хорошие. Вы тоже пишите, как у вас дела. А вы знаете, иногда делаю брокколи. Можно сварить хотя бы там три минуты и сделать салат. Очень вкусно. И вы, чтобы знали, брокколи очень полезны для легких. Это мочегонная спаржа. Это мочегонная спаржа. Это мочегонная спаржа. Так что вот такие дела, мои хорошие. Мы с Белой, короче, в Тик-Токе. Нас просто... Наши соседи не любят. Нас с Белой не любят. Мы такое делаем. Белая, я вам говорю, что Белая тоже вот именно любит, да, народ. Вот она такая, арина сель, да. И она... Все, ужин готов. Я сейчас заканчиваю, мои хорошие, иду мыться, и ужинать. Я вчера еще скумбрию купила, мои хорошие. Все, с вами пока разговаривала, посмотрите. Скажите, Алина молодец. Вот это правильный и здоровый ужин. М-м-м-м, как вкусно. Ара, ну очень вкусно. Ну что, мои любимые, посмотрите, мои хорошие. Я вас всех люблю, и всех чмокаю. И всех вот так чмокаю. Мы пошли ужинать, я вас всех люблю, и всем пока-пока.